В эту студию приходят люди, которые нам и думаю вам интересны. У этих людей всегда есть что сказать. Не хотелось бы никого обижать, но главное, нам есть что у них спросить. На ночь глядя. Перед тем, как начать спрашивать, мы приготовили небольшой сюрприз, чтобы вы поняли, кто к нам пришел в студию. Об этом вы, думаю, что легко догадаетесь, посмотрев первые кадры ролика, специально приготовленного для этого. Вы знаете, я совершенно не могу жить без вишни в шоколаде. Всем известно, что я трожерка страшная. Я люблю хорошо одеваться. Ну, у меня иногда болит спина. А что вы делаете, когда у вас болит спина? Я лежу на полу. Да я не подглядываю, ничего. Даже если подглядываю, ничего страшного. Я тебя не убью. Я тебя буду тушить до тех пор, пока ты не потеряешь сознание. У него было слишком много любви, слишком много страсти, слишком много преданности. Ну, дурак. Ну? Узнали. К нам пришла Ингеборга Дубкунайте. Добрый вечер, Ингеборга. Добрый вечер. Мы последний раз виделись с Ингеборгой в Берлине на международном фестивале. Ингеборга была членом жюри. Чтобы вы просто понимали. Берлинский фестиваль – это один из самых уважаемых фестивалей на планете. И вот на моей памяти, кто был членами жюри от СНГ? Чингис Тарегулович Айтматов, Никита Сергеевич Михалков, Андрей Сергеевич Смирнов и Ингеборга Дубкунайден. То есть вы понимаете, в каком статусе существует Ингеборга на пространстве... Мирового кинематографа. Да, совершенно верно. Но был один любопытный момент. Мы решили взять у вас интервью и пришли туда в фестивальную дирекцию. Нам сказали, вот есть специальный человек, который отвечает. Мы думали, что все будет просто. Мы говорим, мы хотим взять интервью Ингеборги Дубкунайден. С какой стати? Ну как? Ну она наша артистка. А вы откуда? Мы из России. Смотрят, она из Литвы. Ну конечно. Конечно. А что для вас Россия? Вы знаете... Все. Не все, но... Я же... Недоразумение. Я литовка. Живу между Англией и Россией. Если честно. Еще куда-нибудь, куда меня забросить на съемки или на работу. Но с Россией меня связывает, как вы, наверное, по экрану видели, очень многое. У меня куча фильмов. Я уже не говорю о ближайших друзьях. И... Как бы... Скажите, а как получается так, что в России вы в основном снимаетесь в кино, а вот в Англии вы в основном играете в театре? Нет, это неправда. Нет. В Англии я и в театре, и на телевидении, и в кино. И в кино. Но в России только в кино. Почему вы здесь не играете в театре? Эм... Знаете, очень трудно отвечать почему... На вопрос, почему не. Я могу ответить на вопрос... Ну варианта может быть два. Либо вы не хотите, либо вас не зовут. Нет, ну как сказать... Я и хочу, но и система чуть-чуть другая. А все-таки существует разница в подходе. Конечно, если в Лондоне... Да. Я работаю в театре, то это очень примитивно и, грубо говоря, это как в кино. Ты договорился, отрепетировал, отыграл, и все закончилось. Больше я ничего не делаю, я только играю этот спектакль. Да, но вы играете по 8 раз в неделю. А здесь... То есть вы хотите сказать, что там антрепризная система, а здесь система репертуарного театра? Я бы не назвала, она так не называется, антрепризная. Она... Это просто так. А скажите, сколько стоит билет в театр в Лондоне? Смотря какой театр. Ну в среднем, скажем так. Среднего нету. Окей. Есть 8 стендерских театр, есть субсидит. Вот вы играете в театре Олдвик. Олдвик? Одно из старейших и лучших английских театров. Я играла, уже не играла. И я знаю, сколько это стоило. Это стоило 40 фунтов. Это 80 долларов. Это очень дорого. Под 70 долларов. А вы знаете, сколько стоит в Москве билетов в театр? А, вы ходите по контрамаркам? Я иногда даже... Есть антрепризные театры, да? Где билет, вот можно просто зайти и проверить, они стоят до 6,5 тысяч рублей. Переведите это... В фунты, если вам это ближе. Ну или в доллар, если вам это очень дорого. Это очень дорого, видимо. И зарплаты чуть-чуть разные. А, значит... И при этом... То есть получается, что в Москве театр любят лучше, чем в Лондоне? Ну есть и другой театр. Везде. Ну, как сказать? Посмотрите. А чем вообще отличается театральная публика в театре, в Лондоне и в Москве? Самое главное... Хотите, скажу? Да. Реакцией. Для меня... Вот первое впечатление разницы публики. Англичане будут смотреть абсолютно то, что им не нравится. Но абсолютно молча. Если им категорически не нравится, они встанут и уйдут. Но они не будут... Вот между собой... Вот послушай, ты видишь это самое там это? Горбовое молчание? Кашляют. И чихают иногда. А так очень тихо смотрят. Чтобы не мешать друг другу смотреть. А русские? У нас... Боль... Есть больше непосредственность реакции. И еще. Там, после спектакля, все хлопают свободным хлопком, как я называю. А у нас очень быстро все соединяется. В овацию. Начинаю скандировать. Шлеп, шлеп, шлеп в один ритм. Скажите, а что вы чувствуете, когда вы знаете, что на спектакле сидит кто-то, вам известный или не очень известный, но вы знаете этого человека? Вот у вас есть что-то изменение в актерском аппарате? В аппарате? Не знаю. Ну, в настроении, если угодно. Смотря кто, но есть такой. Потому что, вы знаете, восемь спектаклей в неделю. И каждый спектакль имеет свой... Ну, хоть чуть-чуть свой нюанс. Конечно, зависит. Вот у меня сидел на моем спектакле, в первом ряду сидит Питер Атул. Ничего себе. Ничего себе, конечно. А вы знали, что он придет? Или вы его узнали в зале? В Англии очень интересно. Каждого актера спрашивают перед всеми делами, я спрашиваю, хотите ли вы знать, когда будут приходить известные люди,